Довольно часто граждане зарубежных стран, которые направляются на заработки, выбирают Россию. А российские работодатели, в свою очередь, готовы принять на работу иностранцев, если те являются высококвалифицированными кадрами. Сегодня мы поговорим о том, как продлить разрешение на работу ВКС и какие документы для этого понадобятся. Согласно статье 13.2 Федерального закона 115, высококвалифицированным специалистам признается иностранный гражданин, если его трудовая деятельность в России предполагает зарплату размером не менее 83 500 рублей за календарный месяц. Речь идет о научных сотрудниках, преподавателях, работниках промышленно-производственных, туристических и портовых особых экономических зон. Не менее чем 58 500 рублей за месяц, если рассматривают резидентов техников внедренческой особой экономической зоны и не менее 1 миллиона рублей за год для медицинских, педагогических и научных работников. Высоквалифицированными могут признаваться также иностранные гражданы иных категорий, если в месяц они получают не меньше 167 000 рублей. Рабочую визу для высококвалифицированных сотрудников можно продлить не только не покидая территорию России, но и не отрываясь от трудовой деятельности. В этом и заключается ее основное преимущество. Тем не менее, процесс продления разрешения может сопровождаться некоторыми сложностями, ведь этот документ выдается индивидуально каждому иностранству. Часто результат зависит от категории работника, наличия визы, а также остальных факторов. Важно для того, как закончится срок действия разрешения, необходимо изучить контракт о приеме на работу. Обязательно убедитесь, что он не является срочным. У вас должны совпадать сроки разрешения, контракта и открытой визы. Стоит отметить, что продление – это более простая процедура, но без бумажной волокиты тут не обойтись. При малейшей ошибке или нарушении миграционная служба может не удовлетворить заявку. К тому же разрешение продлят только тому иностранца, который доказал благородежность и безопасность для социума. Важно! Документы на продление разрешения для работы ВКС необходимо подавать не позже, чем за месяц до его окончания. Если вы нарушите эти сроки, то миграционная служба может вам отказать. Чтобы продлить разрешение, понадобятся следующие документы. Справка о доходах за весь период работы в Российской Федерации. Страховое поле за уже проведенный в России период и договор на медицинское обслуживание. Данные о постановке иностранного гражданина на миграционный учет. Заявление ВКС. В законодательных актах прописано, что срок действия разрешения можно продлевать бесконечно. Главное, чтобы даты продления совпадали со сроком действия трудового договора. Итак, обозначим 4 этапа продления разрешения на работу ВКС. Первое – оформление дополнительного соглашения с ВКС, связанное с продлением срока действия разрешения. Второе – предоставление полного перечня необходимых документов. Именно этот этап может стать самым сложным, ведь малейшая ошибка может случиться поводом для отказа. Советуем вам обратиться к специалистам, которые смогут проконтролировать все нюансы и помогут избежать подводных камней. Не забывайте, что на сбор и подачу документов у вас есть только 30 дней до окончания срока разрешения. Третье – изучение документов в Министерстве внутренних дел. В течение 14 календарных дней вас уведомят о решении. Четвертое – выдача разрешения. Иностранный высококуплиницированный сотрудник получает документ лично в МВД. И хотя сама выдача происходит в течение 15 минут, в своей очереди на прием придется ждать долго. Если вы досмотрели это видео до конца и у вас остались вопросы, смело пишите их в комментариях к этому видео. Юристы компании «Роско» с удовольствием на них ответят. «Роско» – доверь свой бизнес профессионалам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова